Появляется заочная форма, расширяется линейка специальностей. В этом году у нас 52 бюджетных места есть. 30% мест это бюджетные места. Какой вуз выбрать? Один из главных вопросов, которым сегодня озадачены выпускники. Если одни точно уверены, куда пойдут учиться и на какой факультет будут поступать, то другие пока еще в раздумьях. Оно и понятно, выбор большой. Всего в Узбекистане более 160 высших учебных заведений, в том числе и филиалы зарубежных университетов, аккредитованных в нашей стране. И за последние пару лет число филиалов ведущих зарубежных вузов в Ташкенте продолжает расти. К международному Вестминстерскому университету в Ташкенте, филиалу МГУ, Сингапурскому институту развития менеджмента и другим вузам пару лет назад присоединились среди прочих Американский университет Вебстера в Ташкенте и Южнокорейский университет Пучон. Университет в основном готовит специалистов по направлению дошкольное образование. И имеет на сегодняшний день три факультета. Это дошкольное образование дневное обучение, дошкольное образование вечернее обучение, факультет архитектура и факультет корейский язык менеджмент. В 2022-2023 учебном году в университете Пучон запланировано открытие нового факультета диетологии и нутрициологии. Говоря о недавно открывшихся зарубежных филиалах, отметим Российский государственный педагогический университет имени Герцена. В эти дни здесь уже стартовал прием документов, есть и другие интересные новости для абитуриентов. С этого года у нас есть, конечно, нововведение. Мы вводим такую программу, как раннее обучение иностранному языку. Мы послушали обращение президента и послание президента республики Узбекистана о том, что нужно развивать, так скажем, иностранные языки в республике Узбекистан. И, соответственно, вот такую программу внедряем для того, чтобы уже на уровне детских садов детки могли изучать азы иностранных языков. Кроме того, мы вводим программы в заочном формате. Ну и, конечно, вот мы получили лицензию в этом году на программы магистратуры психолого-педагогического направления. Две программы у нас открываются. И еще важная информация для абитуриентов этого года. В первом филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова в Ташкенте, который открылся в прошлом году и уже обрыл статус университета, в 2022-2023 учебном году открывается три новых направления. У нас расширяется линейка специальностей, то есть от двух специальностей сразу пять специальностей. Вот. Это такие новые специальности, как операторское мастерство, актерское мастерство, ну и, конечно, режиссура. Помимо этого, мы смогли привлечь одних из ведущих вообще специалистов в этой области. Это будут мастера по операторскому мастерству. Это Улукбек Хамраев, который входит в топ-пятерку операторов СНГ. По режиссуре это будет Юсуп Розыков, один из самых именитых режиссеров. И по актерскому мастерству наш любимый Рустамакес Агдулаев. С 15 июня по 15 июля у нас прием документов, поэтому мы будем рады всех видеть. Наша дверь открыта для всех ребят, кто хочет поступить. Стоит отметить, что в филиалах зарубежных вузов предусмотрено обучение как на платно-контрактной основе, так и на бюджетной. Есть у нас бюджетные места за счет средств гранта Республики Узбекистан. В этом году у нас 52 бюджетных места есть. В этом году у нас 70% мест это контрактные, 30% мест это бюджетные места. Выбор есть, осталось определиться, куда пойти учиться. Главное слушать свое сердце. И усердно готовиться, ведь дорогу осилит идущий. Следите за событиями столицы вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!